МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему премьер отчитал главу фискалов? Ривненские подрывы. В городе снова рвануло и снова у дома чиновника. Черный день для семьи Черновецкого. В Испании арестован сын экс-мэра Киева. В очень занятной компании, как член украинско-российской мафиозной группировки. Более того, по заверениям испанских СМИ, именно сын Черновецкого руководил преступной группой. Больше расскажет Алексей Пшемызский. Бронемобили, полицейские в масках и автоматы. Сегодня утром спокойную Барселону сполошила спецоперация правоохранителей. В элитном японском ресторане в центре города задержали членов группировки, занимавшейся отмыванием денег. Среди подозреваемых граждане Украины и России. В это же время в городе Сагара на побережье Коста-Браво был задержан сын экс-мэра Киева Степан Черновецкий. Именно его испанские журналисты называют главарем организации. Проведение операции сразу же подтвердили в украинском МИДе. Уже через несколько часов Леонид Черновецкий, который сейчас в Грузии занимается политической деятельностью, написал, что его сына никто не задерживал, а он якобы просто общается с полицией у себя дома в Барселоне. Но в консульстве Украины в Испании уточнили Степан Черновецкий в списке задержанных. По данным испанской полиции, группировка отмыла более 10 миллионов евро на махинациях с недвижимостью. А вот для украинских правоохранителей операция стала неожиданностью. При службе нацполиции говорят, Степан Черновецкий не находился в розыске и о подозрениях испанских коллег им неизвестно. На данный момент национальная полиция этому гражданину никаких подозрений не оголошивала. В соответствии, по линии Интерпола в международный розыск он тоже не был оголошен. Это уже не первый скандал вокруг Степана Черновецкого. Еще в 2013 году журналисты обвиняли сына экс-мэра Киева в незаконной распродаже столичной недвижимости и связях с элита Центр. Более того, как удалось нам узнать, в Украине Степан Черновецкий вместе с сестрой Кристиной владеют десятком фирм, в том числе коммерческие системы, торгующие не только недвижимостью, но и оружием. Еще в 2008 предприятие получило официальную лицензию от МВД. Однако политологи сомневаются, что к делу привлекут украинскую сторону. У нас уже был прецедент с экс-министром Колобовым. Когда испанцы не выдали нам экс-министра по причине того, что посчитали, что там есть политические мотивы. Мы понимаем, что дело инициировано испанской стороной. Потому что ГПУ заявляет, что по отношению к самому Леониду Черновецкому и к членам его семьи дел в Украине нет. Что именно инкриминирует сыну бывшего мэра столицы и кто еще в списке задержанных, станет известно уже вскоре. Алексей Пшемыский, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. Возвращение беглого адвоката. Выехавший из Украины после обысков защитников в так называемом газовом деле Андрей Цыганков вернулся в Киев. Надолго ли? Куда уезжал и зачем? О развитии скандальной истории узнаем у Руслана Смещука. Он на связи. Руслан, приветствую. В общем-то, вопросы уже прозвучали. Мы тебя слушаем. Алексей, ну вот сразу по прилету в Борисполь Андрей Цыганков прямо у входа в аэропорт дал экспресс-брифинг. Для ожидающих его репортеров сообщил, что в Германию он улетал для того, чтобы отвезти туда на хранение ключевые документы и материалы по газовому делу Онищенко, а также по другим процессам, которые, по словам юриста, у него якобы незаконно хотели изъять сотрудники антикоррупционного национального бюро Украины. Я уехал в Германию для того, чтобы вывезти оттуда досье своих клиентов, обеспечить его безопасность. И, в принципе, вот вернулся. Досье, компьютер, документы вывезены в Германию, переданы коллегам. Мы нашли, как бы, те нормы законодательства Германии, которые позволяют мне оставить у них досье на определенных условиях, иметь к нему при необходимости доступ. Сразу же после того, как Андрею Цыганкову удалось обеспечить безопасное хранение документов и материалов, так вот он рассказал, он тут же вернулся в Украину для того, чтобы доказать, все обвинения НАБУ не соответствуют действительности. И для этого адвокат завтра пройдет через полиграф, ну или, проще говоря, через детектор лжи. Анти-коррупционный прокурор и руководитель НАБУ рассказывает, что я виноват в организации конвертационного центра. Для того, чтобы убедить их окончательное, наверное, общество, что это не что иное, как просто ложь, завтра в 11 часов у меня заказан полиграф. Профессиональный полиграфолог задаст мне те вопросы, имел ли я отношение к конвертации денег, проводил ли я со своего компьютера какие-либо действия, и вообще какие-либо действия по перечислению средств, имею ли я отношение к этим компаниям. Ну и все, в чем меня обвиняли. Также адвокат сообщил, что собирается подавать в суд на Национальное антикоррупционное бюро Украины за нанесение вреда его деловой репутации. Иски уже готовы, и в ближайшее время, возможно, даже завтра, они будут переданы в суд. Алексей? Все ясно, спасибо. На связи с подробностями был Руслан Смещук. Ну, а детективы НАБУ, всполошившие адвокатов по газовому делу, сегодня устроили большой переполох в Укрзалезнице. Нагрянули в один из ее филиалов и рассказали, как на предприятии, которое десятилетиями рассказывает о своей убыточности, наживаются на десятки миллионов. Кто поставил воровство на рельсы и кого задержали? Подробнее Ольга Теребинская. 20 миллионов на закупке частей колеи. Антикоррупционные детективы разоблачили схемы отмывания денег филиалам Укрзалезнице. Троих фигурантов уже задержали. Зам. директора госпредприятия Укрзалезничпостач, члена комитета по конкурсным торгам и куратора участников этих торгов. Всем уже сообщили о подозрении. Впрочем, в 2015 году службовыми особами разом с представниками субъектов господарювания было сделано закупки загальной суммой на 20 миллионов гривен больше, чем это было предпочено. Именно и прозвища наразе мы не разрешим. Детективы будут просить держать под вартою. В центре противодействия коррупции говорят, такие схемы в Укрзалезнице сплошь и рядом. Зарабатывают на всем. От закупки шпал до постельного белья. И каждый год одними и теми же путями из этой структуры их выводят миллиарды гривен. В справах, где наша организация, например, оскарживает, мы имеем десятки разных оскаржений и фактически в каждом тендере выявляется порушение. Как потом эти деньги выводятся, то есть, наше чаще, за помощью предприятия, на которое я перераховала, оно уже залучает другие эффективные предприятия, а, грубо говоря, какие-то конвертационные центры, на которые перераховываются, кошты выводятся банально в готівку. Что касается позиции самой Укрзалезнице, то в комментарии нам отказали. Говорят, молчат в интересах следствия. Все трое задержанных сейчас в СИЗО. Если их вину докажут, то двоим по статье присвоения имущества грозит до 12 лет тюрьмы. А вот куратору участников торгов еще и за отмывание денег до 15 лет за решеткой. Ольга Теребинска, Алексей Шматов, Сергей Килимник. Подробности телеканал Интер. Заместитель министра здравоохранения Роман Василишин, которого несколько дней назад задержали следователи ГПУ, уже на свободе. Из СИЗО чиновник вышел под залог почти в 3 миллиона гривен. Напомню, Василишина обвиняют в организации системы поборов с пациентов, которую он якобы наладил в одной из государственных больниц. Правда, завтра в одном из судов все-таки рассмотрят вопрос об отстранении от должности скандального чиновника. Адвокаты обвиняемых по делу об убийстве Олеся Бузиной заявляют об избиении их подзащитных. Обвинение это громкое, ведь адресуется оно правоохранителям. Мой коллега Олег Решетняк проверял, был ли конфликт и кто пострадал. Олег, так что, собственно, тебе удалось выяснить? Добрый вечер, Алексей. Все началось с того, что сегодня с утра адвокаты обвиняемых по делу, подозреваемых по делу об убийстве Олеся Бузины, Полищука-Медведька. Сергей Войченко получил уведомление о том, что его клиенты должны в обязательном порядке прийти вот сюда и сдать анализы. Нам поведомили, что начебто существует ухвала Печерского районного суду города Киева про отбирание примусовых биологических биологических у Медведя и Полищука. Копия ее у меня есть, я могу показать. Там написано, что судья записал, взяти не биологические изразки, а одяг, дав дозволь на взятие одягу. Ну вот, собственно, дальше Медведя и Полищук прибыли сюда, в здание управления прокуратуры, следственное управление прокуратуры, где им нужно было сдать вот эти вот биологические анализы, но здесь их, что называется, ждал сюрприз. Мы заблокировали проход, выезды из прокуратуры, часть такие сумела прорваться, и при этом спаковали одного нашего товарища, которого сейчас вроде как прояснился, что он в Голосеевском отделении. Ну вот мы попытались поехать в Голосеевский райотдел и спросить, а что, действительно ли кого-то там взяли? А скажите, тут ничего не происходило вот это вот в ближайшее время? Слава Богу, ничего. Да, тут говорят, что нос кому-то разбили. Никому ничего не разбивало. Ну вот только что, буквально перед прямым включением я общался с адвокатом Полищука и Медведько, Сергеем Войченко, он мне сказал, что сейчас они, его клиенты, находятся в безопасности, их всех освободили. Где именно он отказался говорить, сказал по понятным причинам. Судья. Собственно, понятно. Спасибо, очень запутанная история. Конечно, Олег Решетняк был с нами на связи. Вражеские показания. Заговорили двое российских разведчиков, которых вчера силы АТО взяли в плен вблизи села Троицкое, это в Луганской области. Что рассказали о себе и своей доблестной службе в рядах боевиков, так называемых ЛНР и ДНР. И кто они, эти очередные заблудившиеся на Донбассе. Подробнее обо всем Татьяна Авинникова. Диверсанты-разведчики напали на позиции украинских военных возле села Троицкое вчера после полуночи. Завязался бой. Трое боевиков получили ранения. Остальные, бросив своих, убежали. Тогда бойцы 2-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады взяли двоих боевиков в плен. Третий скончался от травм. Все трое из России. Один военный командир из Северодвинска, Архангельской области. Погибший командир роты, уроженец Омска. Вот их документы, личные вещи и оружие. Все это часть доказательств в уголовном деле против диверсантов по статье теракт. Сегодня украинские военные рассказали детали этого захвата. Это куртка. Куртка маскировочная. Заметили, как они зашли в посадку. Ну, расстояние тут, ну, сколько, ну, 20 метров. Ну, так как расстояние слишком маленькое, поэтому должен был открывать огонь уже на пару часов. Двое задержанных сейчас в больнице. Один из них на камеру признался, что он старший лейтенант, гражданин России. Но в марте приехал в оккупированный Красный Луч Луганской области и пошел служить в мотострелковую бригаду командиром взвода ЛНР. А еще рассказал, что собирался домой в Россию. Я уже собирался отсюда сваливать. Написал уже несколько рапортов, а меня не отпускают. А еще Старлей обратился к соотечественникам. Вернулся домой, призываю всех тех, у кого есть семьи. Я говорю, приехали сюда. Парни, возвращайтесь домой. Сегодня же задержанный сделал новое заявление. Рассказал, кадровые российские военные обучают боевиков на Донбассе. Сам за войну в Украине получал 15-20 тысяч рублей в месяц. А еще попросил родных к нему приехать. Почему мы им придали привет? Ко мне здесь все нормально относятся. Моя жена, блин, приезжает за мной. Тот информационный продукт, который дается в России, не соответствует действительности. Здесь все совсем по-другому. Эксперты уверены, задержанных российских боевиков нужно обменять на пленных украинцев. На кого? Возможно, об этом мы узнаем уже завтра, после очередного раунда минских переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Татьяна Авинникова, подробности, телеканал Интер. Украинский паспорт для российской гражданки. Медики первого добровольческого мобильного госпиталя обратились с открытым письмом к президенту. Просят предоставить своей коллеге Ольге Симоновой украинское гражданство. В прошлом году Ольга работала в зоне АТО парамедиком. До этого спасала жизни наших бойцов в батальоне «Золотые ворота» и «Днепр-1». Приехала из Челябинска в 2014 году, осудив действия России по отношению к Украине. Но как только закончится срок действия ее загранпаспорта, Ольге придется вернуться домой. Медики уже ходатайствовали за коллегу в Минздраве, но ответа так и не получили. Я стану просто нелегалой. Получив паспорт Украины, я могу получить загранпаспорт Украины. То есть, ну, соответственно, являться уже нормальным членом общества, жить здесь и работать здесь дальше. Потому что в этой стране я будущее вижу, а на своей исторической родине, так скажем, нет. Эта людина, которая своим потом и кровью защищает эту страну, даже не удалось нам сделать первый шаг, чтобы ей дали гражданство. Думаю, что она его заслуживает не меньше, чем те пробные министры, которым это дали за один день. Германия не хочет новой холодной войны и настроена на конструктивный диалог с Россией. Такое заявление накануне заседания Совета России и НАТО сделал главный дипломат Германии Франк-Вальтер Штанмайер. Встреча состоится уже завтра в Брюсселе. Чего от нее ждать и будут ли обсуждать Украину? Татьяна Лагунова подробнее. Рядовое событие нерядового значения. Так, если кратко, можно описать заседание Совета России и НАТО, к которому готовятся в Брюсселе. Рядовое из-за формата оно пройдет на уровне постоянных представителей, пусть и при участии генсека организации. Нерядовое из-за обстоятельств, в которых состоится встреча. А это холодные отношения между Россией и Альянсом из-за аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины. На прошлой неделе Варшава, на этой Брюсселе, главная цель встречи – обсудить результаты саммита лидеров Альянса, на котором много говорили об отношениях с Россией. Тему заседания и время его проведения прононсировал лично генсек НАТО Йенс Толтенберг еще в начале июля. Совет России и НАТО призван играть важную роль, как форум для диалога и обмена информацией с целью снижения напряженности и повышения предсказуемости. Поэтому мы с Россией проведем заседание Совета вскоре после саммита. В Брюсселе обсудят решение Альянса укрепить восточные фланги, а именно разместить в Польше, Литве, Латвии и Эстонии многонациональные батальоны НАТО. И, возможно, выработают общее правило полетов над Балтийским морем. Финляндия предлагает ограничить полеты авиации с выключенными опознавательными приборами. Еще одна важная тема Украина. На заседании обсудят ситуацию на Донбассе и выполнение минских договоренностей. К чему придут на заседание Совета России и НАТО зависит от двух сторон. Брюссель свою позицию уже озвучил устами главных дипломатов и лидеров стран Альянса, а также генсека организации. Альянс готов к диалогу, но не в ущерб принципам организации. А это защита членов блока и поддержка партнеров, которые хотят к нему присоединиться. Татьяна Магунова, Геннадий Никеенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Кто кого переблокирует и кто первым президиум займет. Очевидно, всю предстоящую неделю за это будет главная борьба в парламенте. Народным депутатам осталось всего несколько дней работы в зале и все, можно будет улетать на каникулы. Но что перед отпуском у избранников в приоритете, расскажет Екатерина Лысенко. Шезлонги, чемоданы, зонтики. Это все не на пляже, а под стенами парламента. Так активисты призывают депутатов пожертвовать отпуском, не идти на каникулы и не закрывать сессию. Но в зале, глядя на общую картину, впечатление, что у некоторых избранников отпуск уже начался. Полупустые ряды кресел, а трибуну опять блокируют. Четыре фракции одновременно. Фракция Народного фронта в речи заявляет про свой намер докласти зусиль, чтобы парламентскими методами забезпечить результативность работы Верховной Ради. Наша команда блокирует трибуну. Шкода, что блок Петра Порошенко и Народный фронт сила ее разблокируют. Но мы блокируем трибуну, чтобы посадить Порошенко, Гройсмана и всю владу в Украине, которая причетна к тарифам, за стил переговоров, негайно створить темчасовую следственную комиссию, снизить тарифы. Спикер, церебя повестку дня, призывает всех голосовать. Мы с разбалансированием работы в зале ставим під сумнів, в здатности принятие эти законы. А фракции настаивают на законах. Необходимо терминово принятие проект законов для стабилизации ситуации, а саме снизу тарифов, провести индексацию пенсии и зарплат с доходов уряда от додатковой инфляции. Необходимо переглянуть ряд положений податкового кодексу, чтобы допомогти фермерам, малому и среднему бизнесу. Мы не работаем над законом про выборы, мы не извольняем ЦВК, мы не сниживаем тарифы. Фронтовики, которые неделю требуют принять закон о спецконфискации, ему он позволит арестовать средства Януковича. В бюджете именно эти деньги должны спрямоваться на финансирование армии. Наши коллеги постоянно находят какие-то приводы для того, чтобы далее блокировать трибуну. Но голосовала Рада за совсем другие документы. Два экологических закона в первом чтении и два касающихся военных. Парламент разрешил военнослужащим расторгать бессрочные контракты. А еще нардепы сделали шаг к тому, чтобы погибших бойцов идентифицировали по ДНК. Цей законопроект пропонует установить гарантии идентификации военнослужащих шагом создания базы данных ДНК. Ну и в лучших традициях, дотянув до последнего, нардепы выделили деньги на довыборы в парламент, которые пройдут уже в это воскресенье. А вот лишат ли себя каникул, еще подумают. Мы должны работать весь парламентский тиждень, соответственно, с графиком. А потом уже, соответственно, вырешивать. Я думаю, что закрывать сессию не будет для того, чтобы возможность была забрать парламент в любой момент. Кто протестует сидя, кто стоя, но в таком положении нардепы и прозаседали. А что делать с тарифами, в зале даже не обсуждали. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Давление на общественных лидеров, членов комиссий и беспрецедентное количество гастролеров в Днепре. Город только готовится к промежуточным выборам в Раду, а кандидаты уже заявляют о планах фальсификации результатов. Подробнее наши корреспонденты. 70-летний Юрий Алексеевич приходит в себя после очередного приступа. В апреле председатель Совета ветеранов перенес инфаркт. Сегодня, после встречи с властями Соборного района в Днепре, снова пришлось вызывать врачей. У меня повторился опять приступ инфаркта. Я вышел на улицу, мне стало плохо, я упал. Меня подобрали люди. Юрий Алексеевич говорит, в кабинетах райсовета ему угрожали. И все из-за довыборов в Раду в это воскресенье. Мол, встречу ветеранов не с тем кандидатом организовал. Мол, розы были в связи с Заидом Красновым. За организацию встречи с Заидом Красновым. О давлении заявляют и в окружной комиссии. Зампредседателя держит в руках повестку. Пригласили на допрос в полицию. И даже не объяснили, по какому делу. Зато как раз накануне выдачи бюллетеней участковым комиссиям. По информации, которая сейчас есть у нас, предварительной, на четверг, на 14 число, готовится, непонятно на каком основании, мое задержание на 3-4 суток. Почему? Для того, чтобы просто не дать мне принять участие в день голосования в работе окружной комиссии. Об угрозах и планах сфальсифицировать выборы в своем письме президенту пишут Батькивщина и кандидат по 27 округу, самовыдвиженец Загид Краснов. Заявляют об аномальном количестве членов участковых комиссий из других областей. Сегодня завезено более 300 гастролеров как члены комиссии. На ОВК, на ДВК я не понимаю, что у нас в Днепропетровске нет членов комиссии. Для чего их сюда? Для того, чтобы процесс избирательный сорвать. Другой кандидат Татьяна Рычкова, которую в своем письме упоминает Краснов, от комментариев отказалась, сославшись на занятость. Ответила на письмо на своей странице в Фейсбуке, заявила о рекордном количестве клонов и технических фамилий на округе и намекнула о скупке конкурентам членов окружных и участковых комиссий. Эксперты тем временем прогнозируют возможные незаконные сценарии борьбы за место под куполом. Может быть организована завышенная явка, либо же опять срыв голосования на том участке, где ожидается высокий процент проголосовавших за политического оппонента. А Юрий Алексеевич, несмотря на болезнь, на выборы планирует идти. Еще хочет, как только немного придет в себя после разговора с местными властями, пожаловаться на давление в правоохранительные органы. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Украинский бизнес в претензии к фискальной службе. Почти половина всех жалоб, которые приходят на горячую линию Кабмина, на ведомство Романа Насирова. Об этом сообщил сегодня премьер на встрече с предпринимателями. Владимир Гройсман призвал контролирующие органы умерить свой пыл при проверках и пообещал, что лично будет разбираться с теми, кто проявляет слишком большое рвение, прессуя предпринимателей. Все те, кто будет прессовать бизнес, как классовыми врагами украинского уряда и моими особистыми. В час, когда влада центральная покрывала тиск на бизнес, он просто минув. Я мириться, как премьер-министр Украины, с тем, что вы будете заниматься тиском на бизнес в своих областях, в своих районах не буду. Контрабандисты уходят в небо. В Черновицкой области попался делец, переправляющий табак в Румынию по воздуху. Ольга Паламарюк о криминальной изобретательности. Сигаретных контрабандистов правоохранители поймали этой ночью. Семеро мужчин хотели переправить в Румынию 10 тысяч пачек сигарет. Стоимость груза 100 тысяч гривен. Участок выбрали в нескольких километрах от пограничной зоны. Обустроили там базу, даже траву выкосили. С той стороны границы груз готовились встречать подельники. Переправлять контрафакт решили не на машинах, как обычно, а оригинальным способом на дельтаплане. Дельтаплан был уже подготовлен для перемещения фальсификованных тютюновых выработок до Румынии. Было установлено три позашляховки, которыми транспортировались тютюновые выработки до места, скажем так, взлет. Дельцов поймали как раз, когда те грузили товар. Увидев правоохранителей, пустились бежать. Началась погоня. Один из сотрудников СБУ ранен. Контрабандисты переехали ему ногу. Сейчас он в больнице. Поймать удалось только пилота дельтаплана. Ему около 40, родом из соседней области. Сознался летательный аппарат, смастерил сам. За ночь планировал сделать триходки. Должен был сбросить ящики сигарет в условленном месте. Тут нажимается, значит, и эти штуки, брелки, спадают. И таким чином, эти ящики с сигарками падают на ту территорию Румынии, где необходимо нашим контрабандистам. Когда мы получили информацию про этот способ, мы были удивлены. Правоохранители рассказывают, контрабандистов области ловят чуть ли не ежедневно. Но вот чтобы в деле задействовали дельтаплан, такое видят впервые. По факту, контрабанды сигарет уже начали уголовное производство. Сейчас решается вопрос об открытии еще нескольких. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновцы. Криминальные ривны. В городе снова рванула граната. И снова возле непростого дома. Кто и на кого сорвал чеку, Иннобелецкая выясняла. Ночь граната взрывну, без особых последствий. Один и тот же почерк, не потерпевших неочевидного мотива. Это дом Юрия Седлецкого, бывшего руководителя департамента по вопросам строительства и архитектуры. В момент взрыва там находилась его жена с матерью и дочь. На подверье будинку, который расположен на улице Буковинского областного центра, кинули выбуховый предмет, который разорвался. У наследок выбуху пошкоджено фасад будинку, векно, газон на подверье и металевый паркан. Это восьмой взрыв за восемь месяцев во дворы домов, где живут экс-губернатор Василий Берташ и его зам Анатолий Юхименко. Гранаты бросали в ноябре. Они связывали это с работой в оппозиционном блоке. И к сопартийцу Василию Карпинчуку граната досталась в декабре. Уголовное производство по статье хулиганства до сих пор расследует без особого успеха. Как и аналогичные дела, гранаты бросали в дома двух янтарщиков. На Полесье бывшего начальника уголовного розыска области и зампрокурора города. Не знают другого метода, каким образом его завязать. В пользу версии о переделе в уголовном мире говорит и тот фасад, что за последнее время подожгли четыре машины людей, которых считают криминальными авторитетами. В полиции говорят, ситуация в регионе накаляется. Оружия зато много, да и делить в Ривненской области есть что. Хотя бы тот же янтарь всех пострадавших так или иначе можно связывать с янтарными делами. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности телеканала Интер из Ривны. И это еще не все подробности дня. Вот что узнаете из второй части выпуска. 20 погибших и десятки раненых на юге Италии на большой скорости столкнулись с два пассажирских поезда. Что стало причиной трагедии? Смотрите в нашем сюжете. Поезда столкнулись утром в сельской местности в районе города Бари на юге Италии. Первое сообщение с места происшествия. Погибли 10 человек, много раненых. Позже число жертв увеличилось до 20. Журналисты, которые прибыли на место аварии после спасателей и медиков, говорят, слышали крики пассажиров, которые не могли выбраться из искореженных вагонов. Власти региона Апули обратились к местным жителям с призывом сдавать кровь для пострадавших. В каждом из поездов было по четыре вагона. Два вагона с каждой стороны полностью разбиты. В одном из поездов ехало много студентов из университета в Бари. Причину ужасной трагедии еще предстоит выяснить следствию. Но уже сейчас одна из главных версий – человеческий фактор. Как могли два поезда оказаться на одной ветке и двигаться с большой скоростью, пока неизвестно. Один из них должен был пропустить встречный состав на семафоре. На место трагедии сразу же прибыл министр транспорта Италии Грациано Дел Рио. Пример страны Матео Ренци прервал свою поездку в Милан и вернулся в Рим. Я хочу выразить глубокие соболезнования семьям погибших. Виновные в том, что случилось, будут наказаны. На месте ведутся спасательные работы. Причины крушения будут названы, как только мы узнаем, что произошло. Последняя масштабная транспортная авария в Италии произошла три года назад. Тогда вблизи Неаполя с 30-метрового обрыва сорвался пассажирский автобус. Погибли 38 человек. Ольга Головина, подробности, телеканал Интер. Ехали по встречке, протаранили внедорожник. Одесские патрульные устроили тройное ДТП. Произошло все вечером в понедельник в центре города на улице Тираспольской. Очевидцы утверждают, автомобиль полицейских с мигалками и сиреной мчался по встречной полосе и врезался во внедорожник. Ударом Митсубиси Паджеро отбросило в сторону на другой автомобиль, а затем он перевернулся. Водитель внедорожника госпитализирован. В пресс-службе патрульная полиция Одессы сообщили, полицейские спешили на срочный вызов. Произошло столкновение трех единиц транспорта, в том числе с участием патрульного автомобиля. В данный момент оформляется дорожно-транспортное происшествие, материалы будут направлены в следствие, виновный будет установлен в ходе следственных мероприятий. Неизвестно, куда спешили винницкие полицейские, но их автомобиль сегодня столкнулся с троллейбусом. Произошло это на оживленном перекрестке. Из-за аварии пришлось перекрыть движение транспорта. Возникла пробка. Одна из пассажирок троллейбуса, пожилая женщина, из-за столкновения получила травму плеча. На место ДТП вызвали скорую, пострадавшую госпитализировали. К антиполицейским бунтам в США. Барак Обама сегодня в Техасе, штате, из которого по стране распространилась волна народного возмущения. Подробнее о ситуации в Америке расскажет наш корреспондент Юлия Мендель. В штате Мэриленд церемония прощания с 24-летним Джереми Скофилдом обернулась трагедией. Когда несколько десятков человек пришли проститься с погибшим, кто-то из толпы начал стрелять. Пули задели пятерых, четверо из них – женщины. И вот опять расследуем бессмысленное преступление. А ранее двое судебных приставов погибли от рук неизвестного в штате Мичиган. Несколько человек получили ранение, но никаких других деталей полиция пока не сообщает. Двое приставов убиты, а шериф ранен. Его увезли на скорой. Подозреваемый был застрелен. Тем временем уже пятую ночь в Америке продолжаются акции в защиту права афроамериканца в разных штатах. Люди обвиняют полицию в несправедливом отношении к темнокожим и блокируют проезд на дорогах. Но в целом демонстрации проходят мирно. Некоторые чиновники намерены воспрепятствовать таким формам протеста. Нас это беспокоит. Мы не разрешим блокировать наши дороги с помощью протестов. Это создает риск, который мы не потерпим. Полицейские заявляют об угрозах. В частности, глава полиции Далласа Дэвид Браун. Говорит, угрожали и ему, и его семье. Угроза мне поступила через соцсеть, на группу в фейсбуке полиции Далласа. Поэтому нам не удалось идентифицировать источник. Но мы воспринимаем ее очень серьезно. Здесь, в Америке, Браун уже стал знаменитостью. За последние дни этот афроамериканский полицейский превратился в символ единения. Вчера в Твиттере некоторые даже начали писать о том, что хотят видеть Брауна президентом. В Далласе тем временем тысячи людей собрались почтить память полицейских, погибших на минувшей неделе от рук снайпера. К отделению полиции принесли цветы и свечи. У нас еще не было возможности отойти от случившегося. Мы не оправились от Ирланды, от произошедшей стрельбы. Сегодня в Даллас наконец-то едет президент Обама. Нью-Йорк Таймс сообщает, что вчера он долго обсуждал со своими спичрайтерами речь, чтобы не только утешить близких погибших, но и заверить, что проблема российизма не усугубилась после событий в Далласе. Юлия Мендель, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Барак Обама уже прибыл в Даллас. Давайте узнаем все подробности у Юлии Мендель. Она с нами на связи. Юля, а с чего начался визит президента? Да, Алексей, президента Обаму в Далласе действительно ждали. И прибыл он сюда с первой леди Мишель Обамой. Он сразу направился к мемориалу в память о погибших офицерах 7 июля, которые построили возле отделения полиции. В своей речи он, конечно, высказывает соболезнования родственникам погибших, а также благодарит их за жертву, которую принесли офицеры, которые погибли и были ранены. Он также высказывает поддержку американскому народу. А во второй половине дня планирует встретиться с глазу на глаз с семьями всех погибших и раненых 7 июля. Важно отметить, что сюда прибыл еще один президент Джордж Буш со своей женой, который провел детство в Техасе. Вот такие вот встречи и тем более совместные мероприятия двоих президентов от демократов и республиканцев довольно редкие явления и показывают то, как американские политики стремятся к единению страны. Раньше Обама уже отмечал, что полицейские и активисты должны слушать друг друга. Он прибыл в Даллас по приглашению мэра Майка Роулинса и уже сегодня вечером улетит назад в Белый дом. Спасибо. Наш американский спецкор Юлия Мендать была с нами на прямой связи. Как обворовать губернатора? В Днепре дерзкое похищение сохраняемой парковки в самом центре города угнали джип главы области. Рейнш-ровер Валентина Резниченко украли ночью прямо на глазах охранника. Джип с угонщиками снес шлагбаум и скрылся. В полиции подтвердили, что авто принадлежит губернатору. И снова о коррупции. Сегодня детективы НАБУ задержали бывшего директора госпредприятия Укрэкоинвестиции Алексея Коваля. Подозревают его в попытке завладеть частью средств, выделенных Украине в рамках Киотского протокола о смене климата. О каких деньгах идет речь и на что их хотели потратить, все узнавал Егор Логинов. Коваля задержали после обыска по месту жительства. Бывший директор Укрэкоинвестиции стал третьим задержанным по этому делу. Ранее НАБУ арестовало его предполагаемых подельников, секретаря комитета по госзакупкам и создателя фиктивных предприятий. Говорит о сумме 480 миллионов гривен. Благодаря работе детективов бюро удалось забегать раскрадению этих денег. То есть они не были вытрачены. В январе этого года госпредприятие Укрэкоинвестиции, которым тогда руководил Коваля, собиралось заменить освещение на улицах и в школах. Вместо обычных ламп хотели поставить энергосберегающие. Потратить на это планировали почти миллиард гривен за счет киотских средств. Тогда тендер на 480 миллионов гривен выиграла фирма Агротехбуд. Более дешевые предложения от других компаний проигнорировали. В ходе расследования фирма оказалась фиктивной и Коваля уволили с должности. Когда я получил еще в червень документацию по этому проекту, я понял, что вартость этих лампочек была значительно завышена. И больше того, часть этих моделей, которые предлагали до проведения, были вообще отсутствием на украинском рынке. И даже некоторые снятия и вообще с производства. В Центре противодействия коррупции говорят, в Украине до сих пор толком не знают, как использовать киотские деньги. Если этого не произойдет, их могут просто забрать. Ну, в правде, реально загроза высокая того, что Украина, скажем так, может в подальшем просто такой допомоги не отрабатывать, так, через то, что такие серьезные махинации. Сейчас с Ковалем проводят следственные действия. В НАБУ готовят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения. Игорь Логинов, Сергей Килимник, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. Война все спишет. Военнослужащий получил за изнасилование несовершеннолетний два года условно. Почему судьи смягчили приговоры, как ответит прокуратура, в непростой истории разбиралась Анна Каменева. Это случилось год назад в селе Млачевка Киевской области. По данным следствия, именно на этой улице около двух часов ночи военнослужащий изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Пограничник был в состоянии алкогольного опьянения. Познакомились они накануне вечером возле этого магазина. Сидели в компании, выпивали. Потом военный вызвался проводить ее домой. Мама девушки Надежда помнит ту ночь в деталях. Она пришла, что я сразу же побачила, что растропана, и как колючки в волосах были. Начала сразу кричать, где ты была. И она мне сразу, ну я знаете, как она в истерическом таком крике, рассказывала, что до чего. Да, ну, знаете, как в истерике человек. Она слова не может вымовить и вот пущить. Наутро женщина пошла в общежитие в воинскую часть. Пограничник был там, в той же одежде. Позже приехала милиция, были многочисленные экспертизы. Военного даже взяли под стражу на два месяца. Спустя почти год Иванковский суд признал его виновным, но вместо четырех лет тюрьмы дал всего два. И то условно. Мол, боец АТО, и у него двое маленьких детей. Родители девушки в шоке от решения судьи. Роков десять. А что мы? Просто, простые там, смертные. Какие же это бойцы АТО, я выбачаюсь, которые пытаются изнасиловать детей. Нестороженолитных. Ну, как так может быть? Что, им все позволено? Николай Белько рассказывает, это не первый случай попытки изнасилования, где фигурирует этот пограничник. Я общался с заставой, с хлопцем. Да, у него было две подобные ситуации. В инслуживу в оруче, попытка изнасилования была. Вы зайдете от начала села до конца. Я ее знаю, очень хорошую девчонку. Я вам ничего плохого не скажу. Зовут обвиняемого Николай Васянович. Он служил в этой воинской части, что на окраине села. Но здесь что-либо комментировать отказывается. Без комментиров. Все, мы в роте начали служить. А кто из кривных в отуте? Без комментиров. Не на камеру военные говорят тоже неохотно. Рассказали только, что Васянович был демобилизирован, а после инцидента уволен из этой части. Где он сейчас, никто не знает. Почему и на служащему, который изнасиловал 16-летнюю девушку, дали условный срок? Это мы хотели спросить у судей Иванковского суда, который вынес такое решение. Но на месте его не оказалось. Говорят, не видели его уже два дня. Тем временем в прокуратуре области уже подали апелляцию на это решение. Прокрываться регалиями неможливо. Чего участник этого, чьи не участник этого. Он должен ответить по закону. Тем более, что за такие злочины он не раскачивался в действии. А пока семье Белько остается ждать новых заседаний, уже апелляционного суда. Анна Каменева, Екатерина Доброгорская, Вячеслав Ролов. Подробности телеканал Интер. Поменять права за 15 минут, переоформить автомобиль за полчаса. Сегодня в Киеве презентовали главный сервисный центр МВД нового типа. Руководство министерства заверяет это начало глобальной реформы, которая похоронит коррумпированные МРЭО и наведет порядок в сфере админуслуг от МВД. Подобные центры в ближайшее время появятся в крупных украинских городах, а меньше чем через год по всей Украине. Сначала в Киеве, потом это будет Харьков, Днепропетровск, Львов, Мариуполь и далее везде по всей стране. Мы планируем справиться с ситуацией внедрения этой реформы за 9 месяцев. В центре Киева ограбили банк. Как сообщили на сайте столичной полиции, злоумышленник, угрожая пистолетом, приказал персоналу отдать деньги из кассы. Получив около 100 тысяч гривен, грабитель потребовал, чтобы охранник открыл ему и сейф. Тот успел нажать кнопку сигнализации, но это заметил преступник и сбежал, пока задержать его не удалось. Взрыв на заправке в Таджикистане, экстремальные забеги с быками в Испании и танцующий президент Монголии. Коротко далее в нашем обзоре. Мощный взрыв прогремел на автозаправке в Таджикистане. На воздух взлетела цистерна со сжиженным газом на трассе в Бахтарском районе. Один человек погиб, 17 раненые. Очевидцы засняли, как взрывная волна сносит все на своем пути, а люди пытаются убежать от огня. Причины взрыва пока расследуют. Одна из версий – нарушение правил безопасности во время закачивания сжиженного газа из автоцистерны в хранилище АЗС. Настоящие игры на выживание в Испании. Традиционные забеги с быками продолжаются, несмотря на двух погибших и десятки раненых. Любители острых ощущений снова бегут с быками по узким улицам Памплоны. И в очередной раз не обошлось без травм. Пять человек финишировали в двухминутной гонке с тяжелыми ранениями. Президент Монголии пустился в пляс, исполнил танец Степного Орла на национальном фестивале на Адам. Выступление главы государства вызвало восторг у зрителей, а некоторые местные СМИ даже написали, что президент разбушевался. Фестиваль на Адам еще называют «тремя мужскими играми». В программе состязаний – монгольская борьба, скачки и стрельба из лука. Луна движется вокруг Земли. Эти уникальные кадры опубликовала НАСА. Камера спутника засняла, как луна проходит по диску Земли. Натуральный цвет изображения получился за счет комбинации нескольких фильтров – от ультрафиолетовых до инфракрасных. Снять такое чудо можно лишь раз в полгода, когда луна оказывается между спутником и Землей. Немецкий футболист Бастиан Швайнштагер женился на сербской теннисистке Ане Иванович. Спортивная пара сыграла свадьбу в Венеции. После венчания в церкви молодожены прокатились на гондоле. Место празднования держат в секрете. Ранее немецкая пресса сообщала, что всех гостей должны были доставить на свадьбу на частном самолете. В их числе главный тренер национальной команды Йохим Лёв, партнер по сборной Томас Мюллер и бывший президент Баварии Ули Хеннес. Уходит не по-английски. Дэвид Кэмерон прощается со своей резиденцией, но оставляет домашнего любимца. О «Лебединой песне» британского «До завтра еще премьера» расскажет наш корреспондент в Лондоне Оксана Кундеренко. Сегодня тот особый день, когда внимание всей страны приковано к черному входу резиденции на Даунинг-стрит-10. Здесь происходит большой переезд большого политика. Дэвид Кэмерон обещал уйти и не медлит. Начует здесь в последний раз и уже завтра до вечера покидает государственное жилье. В грузовике с коробками во дворе семья премьера пакует вещи, а сам Кэмерон проводит заседание Кабинета министров. В таком составе правительство собирается в последний раз. И уже не дела решают, а просто тепло прощаются. Остается только он. Кот Ларри уже пять лет занимает должность главного мышелова на Даунинг-стрит-10. Животное, которое Кэмерон взял из приюта и, по слухам, никогда особо не любил, будет продолжать службу. Что это было? Веселая песенка? Выходит, уход с поста главы правительства для этого человека облегчение? Или все-таки нервы сдали? В любом случае, Пум-Пурум моментально стал всенародным хитом. Тереза Мэй сегодня входит в дверь под номером 10 со стороны улицы. И это тоже в последний раз. Отныне новый премьер будет спускаться на заседание Кабмина со второго этажа. Завтра вечером ее кандидатуру утвердит королева Елизавета II. И Тереза станет полноправной хозяйкой резиденции. Я очень польщена и смущена быть избранной всей партией на роль руководителя. Хочу высказать свое почтение Дэвиду Кэмерону за лидерство нашей страны и нашей партии. Переменчивая, как английская погода, за последние сто лет Британия сменила 24 премьера, половина из которых приступили к обязанностям не после выборов. Уинстон Черчилль, Джон Мейджор, Гордон Браун, а теперь и Тереза Мэй принимают страну не в самые легкие времена. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Все на сегодня. Спасибо, что смотрели подробности. Обязательно увидимся уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин